Беседа пьяного с трезвым чертом «Entre nous suede» между нами будет сказано Бывший чиновник континентского управления, отставной коллежеский секретарь Лохматов Сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе Вдруг из-за лампы выглянул на него «Черт» Но не пугайтесь, читательница Вы знаете, что такое «черт» Это молодой человек, приятный дорожности, с черной, как с сапоги, рожей и с красными выразительными глазами На голове у него, хотя он и не женат, рожки Прическа, а я капуль Тело покрыто зеленой шерстью, пахнет псиной Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой Вместо пальцев когти, вместо ног лошадиные копыта Лохматов, увидев черта, несколько смутился Но потом, вспомнив, что зеленый черт имеет глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям Скоро успокоился «С кем я имею честь говорить?» Обратился он к непрошенному гостю «Черт» сконфузился и потупил глазки «Вы не стесняйтесь», — продолжал Лохматов «Подойдите, болежи Я человек без предрассудков, и вы можете говорить самой искренне Подуша, кто вы?» «Черт» нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился «Я черт или дьявол», — отрекомендовался он «Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии господина Сатаны» «Слышал, слышал! Очень приятно! Задитесь! Не хотите ли волочки? Очень рад! А чем вы занимаетесь?» «Черт» еще больше сконфузился «Кхе-кхе-кхе-кхе! Собственно говоря, занятий у меня определенных нет!» — ответил он, смущение кашляя и сморкаясь в ребус «Прежде действительно у нас было занятие, мы людей искушали, совращали их с пути добра на стезе зла Теперь же это занятие «Антрану-суэ-ди» и плевка не стоит Пути добра нет уже, не с чего совращать, к тому же люди стали хитрее нас «Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?» «Это так! Но, однако, ведь вы занимаетесь чем-нибудь!» «Да! Прежняя должность наша теперь может быть только номинальной, но мы все-таки имеем работу Искушаем кладстых дам, подталкиваем янцов стихи писать, заставляем пьяных купцов пить зеркала В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся Не рожна мы в этом не смыслем Многие из нас сотрудничают в Ребусе Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут Одни из них занимаются адвокатурой, другие сдают газеты Вообще, очень дельные и уважаемые люди «Извините за нескромный вопрос! Какое содержание вы получаете?» «По уважению у нас прежде, — ответил черт «Штат нисколько не изменился, по-прежнему квартира, освещение, отопление, казенные Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными И потому что, черт, должность почетная Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть помер, уйди!» «Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы перекалели Только и живем доходами «Поставляешь грешникам провизию, ну и хаптишь!» «Сатана постарел, ездит все на цуки смотреть, не дать четко с ним и теперь!» Лохматов налил черту рюмку водки, тот выпил и разговорился Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лохматову, что тот оставил его даже у себя ночевать Черт спал в печке и всю ночь бредил, к утру он исчез Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok